Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и вы смотрите передачу шикарные позиции выпуск 57. Первое местоположение находится на карте Малиновка в квадрате С0 и сюда лучше всего ехать в режиме встречный бой. Это место отлично подходит для пассивного света. И тут вы сможете посвятить врагов, которые разъезжаются или просто занимают какие-то тут ПТ позиции и ваши союзники конечно не прочь будут по ним пострелять, а вам за это будет дополнительный опыт. Но если вдруг враги начнут подниматься на гору, то скорее всего они вас засветят и тогда придется прятаться. Но благо та гора на которой вы стоите является хорошим укрытием и можно просто съехать вниз и тем самым укрыться за ней. В целом место отличное, можно хорошо светить, троллить врагов, правда недруги могут просто наброситься на вас, как часто бывает в рандоме. Следующая точка находится на переделанной карте Северогорск в квадрате F3. И туда нужно ехать на тяжелом танке с крепкой башней. Хорошо подходит ИС-7. Позиция может быть не отличается какой-то оригинальностью, но зато она очень эффективная, так как вы можете хорошо танковать башней, наносить много урона, потому что врагов тут предостаточно. И при этом сдерживать очень важные направления. Если, например, тут не было какого-нибудь тяжа, то вполне вероятно недруги могли бы продавить это направление. Из плюсов стоит отметить, что скорее всего тут недостаёт арта. 100% я не уверен, но вы все-таки стоите рядом с горой и она должна закрывать прострел арте. В целом интересное место, где можно устроить мясо, а это всегда весело. Потом у нас идёт местечко на карте Жемчужная река в квадрате J5. И сюда лучше всего ехать на незаметный ПТ-САУ с мощным орудием. И вы сможете тут очень хорошо дамажить, потому что простреливаете то направление, где враги атакуют. А так как многие сейчас не знают, как играть на этой карте, потому что её переделали и просто едут вперёд, то вы сможете по ним хорошо стрелять. При этом вас будет крайне сложно засветить, потому что вы находитесь на большом расстоянии от врагов. И у большинства недругов просто не хватает обзора, чтобы вас увидеть. Естественно, если у вашей ПТ-Сухи хорошая маскировка. Ну и также плюсом можно считать то, что вы можете в любой момент отсюда уехать, если, например, ваших союзников продает, или наоборот нужно ехать куда-то вперёд в атаку, чтобы наносить ещё больше дамага. Из недостатков стоит отметить, что всё-таки есть шанс засвета, особенно если у вас не элитная ПТ-Суха, и тогда вам нанесут сразу же много урона. Также вы стреляете по чужому засвету, а значит вам дают меньше опыта, зато вы находитесь в безопасности. Далее идёт бодрая и агрессивная тактика на карте Аэродром в квадрате Е7. Туда лучше всего ехать взводом из быстрых бронированных танков. И тут вы сможете эффективно встретить врагов за счёт эффекта неожиданности. Но правда стоит понимать, что если у недруга много быстрых танков, то они могут впервые вас занять этот балкончик, так что советую смотреть в начале боя на сетап, прежде чем сюда ехать. Такая смелая тактика позволяет занять важную часть карты, где вы сможете агрить врагов на себя, а также будете их расстреливать с более выгодной позиции. Ну и к тому же наверняка ваши союзники, увидев как вы действуете, тоже пойдут в атаку и поддержат вас. И таким образом вы разнесёте врагов в пух и прах и здорово повеселитесь. Действительно тактика очень неинтересная и весёлая, понравится игрокам, которые любят бодрое танковое рубилово. Следующее местоположение находится на карте «Скрытая деревня» в квадрате Е5. И вам потребуется быстрый танк с хорошими углами вертикальной наводки. Забирайтесь вот на эту гору и продвигайтесь дальше. По пути можно будет пострелять по врагам, если кого-то увидите. Но очень важно, чтобы в деревне у врагов никого не было, потому что после засвета из деревни по-моему смогут стрелять. Такая тактика лучше всего себя проявляет под конец боя, когда осталось мало врагов и союзников, и можно спокойно передвигаться по карте. И вы сможете за счёт эффекта неожиданности и своих хороших углов вертикальной наводки быстро высунуться и нанести противнику урон. Также можно продвигаться ещё дальше тут, если позволяет ситуация. И тут есть интересная очень позиция, где есть много кустов, и вы сможете отсюда отлично светить и снайперить врагов, но будьте тут осторожны, не упадите вниз. И тактика очень интересная, но правда реализовать её довольно сложно. Тем не менее, я думаю, данная информация будет полезна. И последнее на сегодня местоположение находится на карте Монастырь в квадрате H8. Лучше всего сюда ехать на быстрой и незаметной машине. Идеально подойдёт Hellcat или Т49. И отсюда вы сможете эффективно дефить свою базу и её окрестности. Любой враг, который появится тут рядом, получит от вас плюшку. И при этом вы не засветите, скорее всего. Потому что тут есть кусты, ну и плюс ваша читерская маскировка. Ну, конечно, если у противника очень хороший обзор, то шанс засветиться всё-таки есть. По моему мнению, превосходная позиция. Потому что сюда несложно забраться, данное место легко запомнить. И если нужно будет тащить на незаметном танке, то это будет отличным выбором. Я бы лично сюда встал бы. И на этом всё, дорогие друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также я буду рад, если вы пришлёте мне интересную позицию. И вы, возможно, сможете выиграть голду. И желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч, друзья. Пока.